Всем привет! Друзья, наконец-то я хочу с вами поделиться прекрасной новостью. Все, кто следит за моим YouTube-каналом, тот знает, что мы с Аленой и моими подружками проживали вместе на социальном жилье. И вот, наконец-то, этот прекрасный момент случился. И двоим, так сказать, квартирантам социального жилья, моим подружкам, уже одобрили свои однокомнатные квартиры. Ну как свои? Я знаю, что есть люди, которые будут придираться к словам, но я считаю, если человек переезжает в квартиру, это его арендованная квартира. Так что, это значит, что, наконец-то, у Олеси появится своя комната. Я думаю, вы все заметили, что я уже в ней нахожусь. Эту комнату я ранее не показывала в своих видео, так как мои знакомые, да, подружки, не публичные личности. Вот, смотрите, вам чуть-чуть покажу. Это мы уже наклеили пионы. Я вам покажу весь процесс перевоплощения из обычной светлой белой комнаты. Мы с Аленкой будем творить просто самое настоящее волшебство для ребенка. Так как Олесе через пару месяцев, через полтора, точнее, через полтора месяца будет день рождения. Ей исполняется 4 года. Я думаю, это крутой просто подарок, своя личная комната. Я в свои 4 года могла только мечтать о своем личном пространстве. Так что, так сказать, Олеся будет сепарироваться от мамы. Мы с Аленкой подошли очень серьезно к этому вопросу. Закупили всяких таких уютных штучек, чтобы обустроить Олесину комнату. И это, в принципе, показывало в предыдущих видео, как мы ходили в Кик, в Тэдди и закупали все необходимые вещи для новой Олесиной комнаты. Я уже слышу, как разрывается Леонардик, рычит. Ну что, давайте я вам покажу, какая комната была до, во время процесса преображения и какая комната уже будет после. Друзья, я надеюсь, вам все понравится. Пишите свои комментарии, была ли у вас в детстве своя личная комната или во сколько лет, по возможности, вы переселили своего ребенка, если он у вас, конечно же, есть, в отдельную комнату. Это будет видео до комнаты. Вот это прекрасное до. И нужно будет показать, как и волшебный после. Я надеюсь, будет волшебный после, Алена? Надеюсь, да. Надеюсь, короче. Шкаф убраешь? Да. Шкаф убрать. Леонардик. Лепестки на полу. Леонард ходит, господи, с радугой. Это Олеса наклеила, Алена? Боже, ты ты красавчик. Пока мы с мамой трудимся, Олеся украшает стену единорогами, да, у меня здесь. Да, они такие розовые. Ну, в принципе, видно, да, что Олеся украшает. Ну, класс, Олесь, мне нравится, супер. Очень жизнерадостно. Все лучше. Еще лучше. Ну, ты все же не клеишь, чтобы тебе в комнату хватило. Да. Сами дешевые обои в Германии выглядят вот так вот. Да. Да? Ну, вот сюда наклей. Красота. И вот такие бумажочки. Из этих бумажок мы заделаем лепестки. И наклеим тоже. Ну, клей, клей. Это ладуги. Ну, почти там класс, супер. Очень, очень классно, очень супер. Мне нравятся. Пионы. Олеся, в принципе, все, Роману, избил. Ну, давай на стену, вот возле кровати и приклеим. Мы можем по образцу, можем самостоятельно. Ну, в принципе, тут неплохо. Ну, и листочки, конечно. Бери. Бери клей. Давай, давай. Отдирай, отдирай. Вперед. На грязь, на грязь. На грязь. Вау. А ну-ка, отойди. Мы сейчас. Вау. Так, ты шо. Красота. Глядя, не видно это, с этой штукой. Это пионы. Так, у нас оно вот так. О! Так, еще надо один прилипуть. Уже, уже сюда куда-то. Вот сюда. Ну, давай, клеим. Или... Итак. Обклеиваем. Я решила сделать для Леси рой и звездочек. Вообще, классная идея. Леся, что ты там робишь? Леся, шарики надувай. Алена, что ты делаешь там? Она тоже шарой делает. Покажи, Рой. Отойди, я покажу. В процессе. Правильно. Да. Я прям вспомнила, как когда-то в детстве потолок помогала бабушке клеить обоек. Затекали руки. Красота. Леся, тебе нравится? Да, нравится. Нравится? Отлично. Лео, ну куда ты залез на детскую кровать? Да, куда заносишь. Лео. Леся, ты видишь, что у тебя на кровати гость? Лео, он ее? Лего, Леонард. Леонард? Лего тоже разровняет мою кровать. Разровняет? Какое все тут мягенькое. Лео, у тебя на постели такой же точь-точь, только серый. Он хочет на твоей. Он хочет на принцессовом месте быть, да? Да, Лео, тогда Леонард будет со мной спать. С тобой спать, Леонард? О, Лео, переезжаешь и ты в новую комнату. Леонард не буянит. Итак, комната готова. Для меня. Для тебя. Так, давай вот так посмотрим. Ты уже здесь обустроилась. С куклами играешься. Молодец. Какая красота. Какие красивые пионы на стенке, да, Леся? Ой, пандочка, уголок, да, мама твоя клеила, звездочки. Да, и твоё. Ну что, друзья? А это я клеила. Что им на зайка? Единорога. А, единорога, вот, клеила Олесечка. Сейчас, правый угол клеила Алена, левый угол клеила я, Олесечка. Это для тебя. У меня была такая идея, будто бы звезды рассыпаются. Сейчас я единорога покажу. Так, друзья, напишите это в стол, Олесин. Здесь у нее очень много красивых игрушек. Друзья, напишите в комментариях, как вам новая комната Олеси. Олесечка, солнышко, ну ты бей хоть, нравится? Главное. Главное, что тебе нравится. Пока туфли не положили. Это у тебя Эльза валяется, да, шарики. О, Лео сразу прибежал, да? Таручку мы тебе в Тедди, да, купили единорога? У нас маленькая принцесска. Олеся просто обожает единорогов. Поставила мама таких вот миленьких ежечков. Да, езочки? Ежачки. Друзья, ну что, пишите комментарии. Как вам новая Олесина комната? Такой вот красивый светильничек. Я думаю, его нужно будет ночью снять еще, да? Давайте я вам сейчас его включу. Уйдет мою белую губу в виде Челси. Вау. Олесь, я в детстве мечтала бы о таком просто светильнике. Очень красивый. Сказочный единорог. Красота. Итак, Олеся, ты уже здесь переночевала. Расскажи, как тебе понравилось в твоей комнате? Очень красиво с цветами было. Очень классно? Да. А езочки в темноте все светились. Ну, тебе нравится жить теперь в своей комнате? Да. Супер. Столько полно игрушек. Полно игрушек. Не обращайте внимания, Олеся у нас только проснулась, поэтому у нее такая прекрасная прическа, да? Да. Сейчас мама тебя перезаплетет. Ну, тебе понравилось. Ты выспалась, правильно? Понятно. Все, я запускаю кракена к тебе. Леонардик. 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 Ты теперь будешь ночевать здесь, да? Да, навсегда. Смелень. Супер. Надо будет тебе устроить детскую дискотеку, да? Угу. Позовешь сюда гостей, и у вас будет вечеринка, будет пати. Итак, Олесин, стол. Это, кстати, только благодаря немцам со второго этажа. Это же они нам, Лесь, подарили. Когда съезжали, они подарили тебе уголок. Так, это самые красивые уголки. Так, вот в таких вот коробочках у Олеси хранятся игрушки. Хаги-хаги. Кто это, Лесь? Киси-миси. Ты такая красивая. Олеся у нас утром с макияжем. Красота. Да. Так. Ну, вот здесь тоже такие вот коробочки. Это теперь твоя игрушка. Очень классная коробочка. Я тебе ее дарю. Ты даришь Лео игрушку? Вот, и вот так. Она уже и так отолбана. Олеся. Она обещала мне ее сыты, но я... А, игрушку? Ну, я Леончику эту игрушку решила подарить. Ну, Лео сразу нападает. Итак, друзья, самое главное, что Олесе очень понравилась ее комната. Леонардик, в принципе, тоже в восторге. Он лазит на ее постели. Друзья, пишите в комментариях, как вам новая комната у Олеси. Я думаю, всем очень понравится. Ну, что, друзья, до новых встреч и жду ваших комментариев. Очень интересно, что вы думаете по поводу наших соленых умелых ручек.